Добрый вечер! Вы смотрите новости на 12-м канале в студии Екатерина Шипилова. Главное сегодня. Спутник ВИВ действий. В Омске начали ставить прививки от коронавируса. Первый в процедурном кабинете сами врачи. Низкопольные, бесшумные, интерактивные. Новые адмиралы в Омске перевезли уже 300 тысяч пассажиров. Удаленка в законе. Четкие правила для диванных работников будут действовать уже с января. Работа фрилансера – это, конечно, круто, но наступают всегда моменты, когда ты так или иначе заболеешь. Работать теперь можно где угодно. Главное – отвечать на звонки начальства. Что еще? Получил прицепом штраф. Полиция наказала водителя, который катал людей на ватрушке, привязанной к машине. Омских медиков сегодня начали прививать от коронавируса. Вакцину получили 130 работников ковидных госпиталей. О старте кампании сообщили на заседании Оперштаба. До конца года в Омскую область поступит очередная партия спутника ВИ – 1600 доз. Пункты, где будут ставить препарат, организуют в 10 медучреждениях. Пять из них расположены в районах – Большереченском, Называевском, Тарском и других. К началу следующей недели региональный Минздрав должен разработать четкую маршрутизацию пациентов. Такое поручение ведомству дал глава региона. Александр Бурков также отметил, что нужно сконцентрироваться на работе скорых и поликлиник. Ни один человек не должен оставаться без внимания. Скорая помощь не едет, считая данный диагноз, не требует оказания скорой помощи неотложной. Тогда передавайте участковому терапевту, чтобы пациенты, а мечи не были брошены, не оставались без внимания врачей. Вот это, коллеги, сейчас ключевое. Интерактивное управление, система видео и климат-контроля, дизайнерский интерьер из алюминиевых сплавов. А еще инженеры максимально снизили уличные звуки и вибрации, нашпиговали салон всевозможными устройствами для бесперебойной работы гаджетов. Все это об Адмиралах. Новые ультрасовременные троллейбусы за месяц с небольшим провезли по Омску с комфортом уже 300 тысяч пассажиров. Танзеля Бахтиярова тоже прокатилась и теперь уверена, общественный транспорт в тренде. Мы с вами направляемся на обкатку троллейбуса. Это первый рейс троллейбуса после приемки депо. Перед тем, как троллейбус начнет перевозить пассажиров, ему предстоит пройти серьезную проверку. Сначала машину осматривают механики и слесари, после ее выводят на обкатку, затем снова проверяют и только потом ставят на маршрут. Олеся Чернышенко баранку троллейбуса крутит уже 15 лет. Работала на старых ЗИУ и АКСМ и, наконец, дождалась новенького адмирала. Театр начинается с вешалки, а приемка машины начинается с рулевого управления, с торможением. Здесь все электронное, настройка рулевого управления, настройка пуска и торможения. Все очень плавно. Здесь все сделано для водителя, для пассажиров, для безопасности движения, для комфорта. Погодой в салоне управляет система климат-контроля. Зимой не холодно, летом не жарко. Троллейбус рассчитан на 96 пассажиров. Высадку и посадку водитель может контролировать с помощью видеокамер. Они установлены снаружи машины. Еще 9 по периметру салона. Сюда выводится изображение с 9 камер. Для повышения безопасности именно работы с пассажирами. Также на правом мониторе располагаются все настройки. Управление печами, освещением, управлением подогревом. Обогреваются все стекла. Вообще все управление в троллейбусе интерактивное. С помощью сенсорных мониторов, например, можно опустить токоприемники. Раньше водителю для этого нужно было выходить на улицу. Еще одно преимущество «Адмиралов» — практически бесшумная езда и минимум вибрации при движении. На самом деле можно много говорить о плюсах новых троллейбусов. Это и климат-контроль, и камеры видеонаблюдения, и удобство для водителя и для пассажиров. Но для меня, как для человека, который очень много времени проводит в телефоне, одно из главных преимуществ «Адмиралов» — это зарядка. Одно движение, и телефон заряжается. За полтора месяца «Адмиралы» машины, которые работают на четвертом маршруте, перевезли уже 300 тысяч пассажиров. Еще 17 новеньких троллейбусов в ближайшие дни выйдут на маршрут номер три. А в 2021 году в Омск поступят еще 29 «Адмиралов». Их выведут на 15-й и 67-й маршруты. Комфорт ощущается по сравнению со старыми. Прекрасная езда, тепло, все новое. Очень комфортный троллейбус. Пока не сильно много этих маршрутов. Но если есть возможность, если я нахожусь в этой половине города, то да, я выберу «Адмиралов». Всего в городе сейчас 135 троллейбусов, износ некоторых больше 90%. В 2020-м в Омск поступили 33 новых «Адмирала». Их стоимость — 921 миллион рублей. При этом 60% лизинговых платежей покроет субсидия из федерального бюджета. Ее Омску выделили по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Кстати, на приобретение суперсовременного транспорта претендовали 63 региона, но одобрили только двум — Омску и Иваново. Софинансирование удалось получить благодаря активному участию губернатора Александра Буркова. В последний раз новые троллейбусы в Омске в таких масштабах покупали в 1996-м. В году нынешнем удалось обновить почти четверть автопарка. Старые машины, наконец, спишут и отправят на металлолом. «Но я решила воспользоваться служебным положением и посидеть на месте шофера. Кстати, водители рассказывали, что в старых троллейбусах неудобные сидения, поэтому к концу дня спина буквально не выдерживает. В «Адмиралах» все совсем не так. Здесь, когда человек садится на кресло, оно его взвешивает и автоматически подстраивается под его габариты. Также можно настроить под себя руль. А если опустить вот эту ручку, то становится еще более комфортно. Настолько, что, кажется, даже я смогла бы справиться с ролью шофера вот этого прекрасного троллейбуса, но это не точно». Адмирала в Омске уже прозвали светлячками и космолетами за яркость и необычность. В городском департаменте транспорта тем временем подсчитали, пассажиропоток становится все больше и, вероятно, в следующем году еще вырастет. Добираться до места назначения с комфортом о мечам понравилось. Танзеля Бахтиярова, Сергей Гаев, 12 канал. Спустя 80 лет вернулись домой в Омск и предали земле останки павших солдат. Климент Антропов и Авакум Нагорнов погибли в марте 1942 года в боях на территории Новгородской области. До последнего они защищали раненых солдат, однако враг прорвал оборону. Оба красноармейца числились в 364-й стрелковой дивизии и отправились на фронт из Омской области. Поисковый отряд «Факел» обнаружил останки в ходе экспедиции. О том, кому они принадлежат, удалось установить по личным вещам солдат. У Нагорного была найдена ложка. На ложке было написано «Нагорнов В». Он Авакум Иванович. Букву «И» не было видно в поиске документов. Нигде не чистился такой человек. Потом позднее начали смотреть на ложку. Чуть-чуть почистили ее и узнали, что там написано было «Авакум». То есть «Ав Иванович». Сегодня эти вещи передали семье красноармейца. Второго погибшего Климента Антропова удалось опознать по медальону, который хорошо сохранился. Проводить солдат в последний путь приехали родственники из разных уголков страны. «Радостно, что вот 75 лет победы, да, год памяти славы 2020. И, конечно, такое событие. И семейная память теперь у нас тоже сохранилась. И вся семья, все родственники, которые есть, остались в живых. Они все собрались. Но, конечно, мы очень сильно переживали, следили за перемещениями самолет, ждали очень долго. Поэтому, конечно, тут всю гамму чувств не передать». Полиция оштрафовала Амича, который решил прокатить друзей на ватрушке, привязанной к «Жигулям». Водитель уходил в заносы и повороты, чтобы пощекотать нервы себе и знакомым. В региональном ГИБДД установили шофер 21-летний Амич. На него завели два административных дела и оштрафовали на 2200 рублей. Впрочем, это куда более благоприятный исход, чем, например, травмы или даже смерть прицеперов. Например, как в этом случае. Известно, что девушка от удара скончалась. Такие ЧП в стране регистрируют каждую зиму. Увидят опухоль со всех сторон, в онкологический диспансер поступил мультиспиральный компьютерный томограф. Врачи ликуют. Таких современных технических новинок в их распоряжении еще не было. Оборудование дорогое, куплено по нацпроекту и позволяет буквально творить чудеса. Разглядеть даже самые крохотные сосуды. А еще томограф выдержит пациентов с большой массой тела, весом до 130 килограммов. Кроме того, техника выдает меньшую рентгеновскую нагрузку, а значит, обследовать получится и маленьких детей. Денис Ионас расскажет. Вынести окно и даже частично разобрать кирпичную кладку. На что только не пойдешь, чтобы занести в помещение крупногабаритное оборудование, которое просто не проходит в дверные проемы. Такие отверстия в стене называются техническими окнами. Одно из них на втором этаже еще действующее. Оно сейчас забито листами ДСП. А вот на первом этаже стену уже восстановили. Виден новый кирпич. Через новый проем на второй этаж по частям вносили этот новый аппарат МСКТ. Его уже собрали, установили необходимое именно для онкологического отделения программное обеспечение. Самое новое, самое современное, самое точное. Так об установке рассказывает заведующее отделением лучевой диагностики. Для сравнения, старый аппарат шестисрезовый, новый – 64-срезовый. Этот показатель отвечает за точность и детальность исследования. Мы можем найти, мы здесь получаем трехмерное изображение. У нас есть, как симулятор мы включаем и видим объемное изображение. Видим сосуды, видим, как сосуды подходят к опухоли. И вот это объемное изображение мы можем виртуально крутить, смотреть под разными углами. Программы это создают. Поэтому то же самое. Хирурги пришли, вот нас интересует такой ствол, например. На шее операция, там кровоснабжение большое, и там очень большие магистральные сосуды. А объем сам маленький. И поэтому мы прокручиваем, они смотрят буквально, какой сосудик куда что идет. Также и опухоль, которая еще находится в организме, видна со всех сторон врачам. При ее удалении крайне важна 3D-визуализация. А вот при лучевой терапии помогает дозиметрическое оборудование. Это специальные приборы, которые показывают, насколько точно и с какой мощностью происходит облучение. В онкоцентр на днях поступил новый комплект таких приборов. Это специальный КТ-фантом с разными плотностями ткани, который имитирует тело пациента по форме и имитирует плотность ткани человека. Например, печень легкая, головной мозг. А этим цилиндром с тысячами датчиков проводят контроль качества облучения пациентов. Ведь сначала методику моделируют на компьютере, а затем сравнивают с получившимся результатом. Есть теперь на вооружении здешних физиков и приборы, которые контролируют саму работу лучевых ускорителей. Любое отклонение в работе ускорителя грозит тем, что мы можем либо недооблучить пациента, то есть он получит меньшую дозу, и опухолевые клетки станут радиорезистентными, то есть станут невосприимчивы к радиации, к нашему лечению. Либо мы можем в обратную сторону совершить радиационный ожог. В онкологическом диспансере также уже заменили практически все аппараты МСКТ. Переоборудование обошлось больше, чем 800 миллионов рублей. До конца года поступит еще один магнитно-резонансный томограф. Денис Уонос, Вадим Насардинов, 12 канал. Омский-Любинский проспект стал лучшей торговой улицей России. Итоги конкурса подвели в федеральном Минпромторге. Всего в номинации принимали участие 60 улиц разных регионов страны. Эксперты оценивали количество, разнообразие магазинов, их внешний вид и ассортимент. А также то, как торговые точки интегрированы в городскую среду. И столичные специалисты посчитали, что Любинский проспект отвечает всем критериям. Сегодня улица Ленина по праву считается местом притяжения омичей. Летом практически каждые выходные здесь проходят различные фестивали. Любинский лайф, гастрономический праздник «Вкусный Любинский», музыкальный «Омск Мьюзик Найт» и многие другие. Уже 25 декабря здесь появится праздничная новогодняя площадка. И смотрите далее в программе. Удаленка в законе. Четкие правила для диванных работников будут действовать уже с января. Работа фрилансера – это, конечно, круто, но наступают всегда моменты, когда ты так или иначе заболеешь. Работать теперь можно где угодно. Главное – отвечать на звонки начальства. Что еще? Потерялся самолет. Конструкторы упустили огромный беспилотник и просят о помощи. Спуски туннелей, световые аллеи и елка высотой в 9 этажей. В Омске открыли целый парк «Горок». Удаленка теперь в законе. Дистанционная работа с 1 января станет официальной. Документ подписан президентом. Нововведения позволят многим выйти из тени. К примеру, оформить отношения с работодателями смогут фрилансеры – свободные художники, которые выполняют задания, сидя дома, в кафе или на берегу океана. Но теперь законодатели прописали четкие нормы – работать можно где угодно. Главное – отвечать на звонки начальства. Дарья Шадрина изучила новый свод правил и расскажет, кто оплатит создание рабочего домашнего места, расходы на интернет и получится ли взять больничный, трудясь на диване. Голос этого парня наверняка знаком поклонникам корейского или японского кинематографа. Накануне я так волновался, что не мог уснуть. Для конспирации мне приходилось спать в женской ночнушке. А это не очень-то удобно. И тут стук в дверь. Влад – пусть и начинающий, но уже весьма востребованный диктор. Кроме зарубежных сериалов и фильмов, озвучивает рекламные ролики, создает аудиокниги. Голос парень подарил героям романов Куприна и Джека Лондона. Знакомы с Владом и дети. Для юных почемучек он озвучивает образовательные мультфильмы. Не отстегивай пока ремень, иначе вылечишь из кресла. Нужно немного времени, чтобы привыкнуть к новым условиям. Работает Влад дома. В квартире оборудовал специальный кабинет для записи. Говорит, в профессию влюблен. И хочет эти отношения развивать, а потом и узаконить. Однако сделать это до недавнего времени не получалось. Удаленка была неофициальной. Да и заказчикам проще заключать временный договор. Работа фрилансера – это, конечно, круто. Но наступают всегда моменты, когда ты так или иначе заболеешь. А в моем случае, когда моя работа непосредственно связана с голосом, это чревато тем, что я не могу озвучивать. И, соответственно, я теряю деньги, теряю заказы. И если бы я в этот момент мог выйти на официальный больничный, то это было бы очень круто. Теперь по закону такая возможность у тех, кто работает из дома, есть. Больничный на удаленке предусмотрен. Получат такие сотрудники и ряд преимуществ. Удаленная работа не требует переезда, даже если компания находится в другом регионе. Елена – сотрудница столичного диджитал-агентства. Девушка мечтала стать частью крупной федеральной сети. А вот покидать Омск не хотела. Ты работаешь в той компании, которая хотела, занимаешься чем-то интересным. При этом, да, действительно не нужно искать съемное жилье, не нужно думать про покупку квартиры, ипотеку в другом городе. Тем более, что мы знаем, что это достаточно финансово затратно. Это очень действительно проблемный вопрос. Появились и возможности карьерного роста, зарплата столичного масштаба и при этом официальное трудоустройство без необходимости переезда. Однако удаленка, поясняют специалисты, может быть разной. Первый вариант – комбинированный. В этом случае посещать офис периодически работникам все же придется. Еще один случай – временная дистанционка. Такой формой можно будет воспользоваться при чрезвычайных ситуациях, например, пандемии, и даже без согласия сотрудников. При этом оборудовать рабочее место и оплатить, к примеру, расходы на интернет или телефон – обязанность руководства. Занятость может быть и полностью дистанционной. Какой именно вариант выбрать – работодатель и сотрудник решают совместно. Условия прописывают в договоре, так же, как режим труда и отдыха. Когда сотрудник находится вне офиса, многим работодателям сложнее контролировать, каким образом он занят, что он делает в данный момент, когда он отвечает на телефонные звонки. С другой стороны, многие работники в период, когда применялась эта дистанционная форма, отмечали, что рабочий день растягивается до беспредела. И очень сложно определить рамки, когда уже рабочий день завершен. Эти моменты тоже сейчас урегулированы трудовым кодексом. Что касается оплаты труда, где именно вы работаете – дома или в офисе – никак не должно сказываться на размере зарплаты. Это тоже предусматривает закон. Новшества вступят в силу уже с 1 января 2021 года. Наря Шадрина, Павел Манжос, 12 канал. Придут на смену зарубежным. На Омск трансмаше будут производить инновационные контейнеры. Холодильные установки позволяют перевозить скоропортящиеся или замороженные товары. Перспективы запуска новой линейки на предприятии сегодня обсудили губернатор Александр Бурков и генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Попов. Ключевой темой стало увеличение объема производства на Омском предприятии. Предполагается, что на заводе будут выпускать до 200 единиц продукции. Омск будет и в идеологии, и в стратегии нашего концерна, нашего холдинга будет отвечать за производство риф-контейнеров, которые, я уверен абсолютно, что должны прийти на смену иностранным производителям и закрыть фактически потребности все, которые есть. Вот мы подписали ряд соглашений. Я думаю, что в этом смысле Омская область будет тоже одним из лидеров по развитию этого направления. Технология производства контейнеров будет использоваться и для выпуска емкостей для перевозки зерна. Как отметил губернатор, регион заинтересован в таком оборудовании. Оно позволит экспортировать пшеницу, в том числе и морским путем. Сейчас руководство Омской области как раз ведет переговоры о поставках омской продукции в Азиатско-Тихоокеанский регион через Северный морской путь. Школа мечты вскоре откроется для детей. Все здания ввели в эксплуатацию. Образовательное учреждение рассчитано на 1122 ученикам. Возводить его в микрорайоне Амурский-2 начали в прошлом году. Здесь организовали сразу пять спортивных и два актовых зала, а также классы оснастили по последнему слову техники. Кроме того, предусмотрены спальни для младших групп, комнаты для продленки, собственная книга-хранилища, два лифта и столовая более чем на полтысячи человек. В Омске разыскивается огромный беспилотник. Самолет с размахом крыльев в три метра предназначался в том числе для поисков людей, но сам потерялся. Заявление о пропаже в дежурную часть написали представители компании-разработчика. По их версии, во время полета разрядился аккумулятор и машине пришлось приземлиться. Произошло это по расчетам конструкторов в районе дома номер 9 по Космическому проспекту. Всех, кто располагает какой-либо информацией, просят позвонить в полицию. Стоимость пропавшей техники – два миллиона рублей. Положено ли вознаграждение тем, кто вернет беспилотник, не сообщается. Бурлящий коктейль из разных чувств в одном танце. Хореографы всего мира готовятся отметить День танго. Его будут праздновать уже завтра. Специальный проект подготовил и 12-й канал. Это телеверсия спектакля-концерта «Диахромная танго». На паркете сойдутся профессиональные спортсмены и танцоры-колясочники. Как создавали шоу и почему в мире так любят аргентинский танец, расскажет Наталья Бельская. Татьяна Зеленская – сотрудник Следственного комитета. Дмитрий Князев – профессиональный танцор, а Владимир Гентлер – мастер по пулевой стрельбе. После напряженного рабочего дня люди абсолютно разных профессий встречаются вместе на танцевальном паркете. Сюда я приезжаю, чтобы завести как-то себя, чтобы выплеснуть энергию свою. Всегда жду занятий, потому что это много позитива приносит в мою жизнь. Увлечение объединяет людей с разными возможностями – творческими и физическими. С 2012 года в ДК «Шинник» занимаются танцоры-колясочники и профессиональные спортсмены. Во время репетиции поблажек не делают никому. Тех, кто лишен возможности ходить, танец буквально окрыляет. Занятие, ощущение полета во время занятия, ощущение полета возникает. Потому что это танец, это жизнь, это стиль жизни. Они превозмогают, может быть, себя, может быть, стремятся за нами, но в результат мы танцуем лучше вместе с ними, а они вместе с нами. О достижениях танцоров-колясочников говорят и многочисленные награды. А мечи блистали на чемпионатах России и международных соревнованиях. Все, чему научились за годы тренировок, они готовы показать в уникальном музыкальном проекте «Диахромная танго». Напряженный, страстный танец выбран не случайно. Все движения несут глубокий философский смысл. Вся наша жизнь состоит из черных и белых полос и контрастов. И, собственно, такая идея и родилась – показать всю красоту танца через подачу темы «черное-белое». Красоту необыкновенной хореографической постановки оценят и зрители 12-го канала. В эфир выйдет телевизионная версия концерта спектакля. Премьера состоится уже в эту пятницу, 11 декабря, в день, когда родился король танго, аргентинец Карлос Гордель. И весь мир будет говорить на языке его танца. Наталья Бельска, Денис Лопарев, 12 канал. Обычный день превратили в праздник. Воспитанники специализированного дома ребенка смогут смотреть мультфильмы на большом экране. Мультимедийное оборудование, а также другие подарки приготовили сотрудники Омского НПЗ. Средства для этого собирали на благотворительном аукционе «Мастерская добра». Он проводится на предприятии ежегодно в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». Анна Кокорина подробно. Волонтеры Омского нефтеперерабатывающего завода передали подарки воспитанникам специализированного дома ребенка. В них самое необходимое для малышей – средства ухода и гигиены. В доме ребенка сегодня воспитываются 75 малышей. Некоторые из них с ограниченными возможностями здоровья. Мам и пап всем крохом заменяют воспитатели. Они же создают семейный уют, устраивая для ребят праздники. Разнообразить досуг, расширить развивающие программы теперь поможет и мультимедийное оборудование, переданное волонтерами. Очень приятно, что еще есть такие душевные, сердечные люди, у которых есть такое забытое давно слово «милосердие», которые заботятся о наших детях. Спасибо большое. Благотворительный аукцион «Мастерская добра» на Омском НПЗ проводят каждый год в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть». В нем участвуют сотрудники предприятия. Все вырученные средства направляют на поддержку больниц, детских домов и школ-интернатов. Добровольчество на нашем предприятии набирает обороты, и сегодня это особенно важно. Данные волонтерские проекты направлены прежде всего на помощь людям, нуждающимся в социальной поддержке, на благоустройство городских территорий и на создание комфортной городской среды в нашем городе. Ежегодно в различных мероприятиях и социальных акциях принимает участие около 500 волонтеров ОНПЗ. И с каждым годом это число увеличивается. Анна Кокорна, Сергей Гаев, 12 канал. А сейчас время хороших новостей. Спонсор рубрики «Индивидуальный предприниматель» Сергеева Ксения Анатольевна. Сеть магазинов «Галамарт». Елка высотой с девятиэтажный дом, зимние аттракционы и каток. Парк 30-летия в ЛКСМ готовится встречать мячей в новогодние праздники. Центральное место займет 22-метровая новогодняя ель. Ее создадут из 240 сосен. Рядом установят ледяных снегурочку и Деда Мороза. Также появится рамка для селфи. Украсят и аллеи парка лентами из гирлянд. Тысячами огней засияет одна из горок. Ее превратят в световой туннель. Много иллюминаций, новые иллюминации. На центральной аллее мы сейчас устанавливаем иллюминацию. Думаю, на следующей неделе как елку подключат, так и подключат все. На входной группе красивую иллюминацию повесили. Для малышей обустроят склоны пониже. Ну а смельчаки оценят шестиметровую горку. Ребята помладше отправятся на трехметровую. За состоянием каждого аттракциона тщательно следят. Безопасность посетителей на первом месте. Осмотр горок и обслуживание горок проводится ежедневно до 11 часов. С обязательной записью в журнале учета допуска. Будем считать, что это аттракцион к эксплуатации. Ну и в последующем в течение дня уже контролеры и операторы проводят периодическую очистку ступенек от наледи при необходимости. Заливка горок тоже происходит при необходимости. Пускают на большие горки только на тюбинге. Если его нет, то можно взять на прокат. Ледовое покрытие в отличном состоянии. Обновлять его пока не требуется. Как только желающих прокатиться станет больше, заливать склоны будут как минимум раз в неделю. Работает горький парк с 11 утра и до 10 вечера. Галамарт – это множество качественных товаров по привлекательным ценам. У нас всегда огромный выбор товаров для дома, спорта, отдыха, туризма и рыбалки. А также всем пенсионерам мы дарим скидку 10%. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12kanal.ru. Там же мы выкладываем и полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. В честь десятилетия клиники «Эксперт» дарим скидки до 50% на комплексные МРТ-исследования. Звоните 790414. Спонсор прогноза погоды – ООО «Продтехнологии». Завтра 11 декабря в городе и области без осадков в Омске ночью минус 15, минус 17. Днем термометры покажут 14 градусов ниже нуля. В районах ночью до минус 16, в дневные часы 12-14 градусов холода. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Царь подчевать желает! Ушки свиные верченые, хвосты телячьи отварные. Холодушка! Холодушка банкетная, очень уж приметная. Холодушка банкетная. Премиальные холодцы и заливное из натурального мяса. Очень уж приметная. На этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова